Приветствую вас, уважаемые трейдеры, на торговой сессии в среду. Для начала давайте разберем ключевые события текущего дня. Сегодня у нас три таких ключевых события. Первое – это в 18.00 стоит ожидать выступления Паула на заседании ФРС. Ну а также сегодня в 17.30 выйдут запасы по нефти. По нефти мы сегодня с вами еще поговорим. Ну а также будет само заседание, развернутые протоколы, заседание по процентной ставке в США. Достаточно важное событие, за которым стоит следить, потому что вызывает достаточно активную реакцию на рынке. Что касается вчерашней торговой сессии, вчера мы видели снижение достаточно сильное по ряду ключевых инструментов. В первую очередь у нас снизился хорошо евро-доллар, снизилась нефть, снизился индекс S&P 500. Прогнозы на сегодня по евро-доллару, на мой взгляд, о том, что евро-доллар поднимется. Стоит ожидать от ключевой отметки, ключевого уровня 1.10. И после пробития этого уровня, я думаю, что стоит уже рассматривать такие краткосрочные покупки. О глобальном развороте наверх, наверное, говорить пока рано, но поймать сделку на покупку, я думаю, рынок даст возможность. Что касается нефти, то Минэнерго США выпустил новый прогноз по нефти на 2019 год. Там разница небольшая, с 63-37 до 63-39. Ну а также, что касается 2020 года, то здесь 62-59, здесь уже прогнозы на снижение более существенные. Поэтому, что касается нефти, здесь прогнозы, что нефть будет дальше снижаться в своей стоимости. И на этом фоне вчерашняя новость, которая взволновала всех трейдеров о том, что самый точный аналитик по рублю Ярослав Касатый из Польского банка вчера сделал прогноз о том, что к концу года рубль будет стоить 69, и многих трейдеров эта новость взволновала. Ну, на самом деле, что я по этому поводу думаю, в предыдущие два квартала Ярослав Касатый действительно делал достаточно точные прогнозы. Ну, с учетом того, что действительно нефть сейчас будет снижаться, я думаю, что такие прогнозы на ней весьма осуществимы. Ну, а сегодня, я думаю, стоит опять-таки рассматривать покупки евро-доллара. Что касается новостей с торговых войн США и Китая, вот последние события таковы, что американцы запретили въезд в США китайским чиновникам, ввиду того, что Китай задержал мусульман в какой-то провинции. Вот, и ответные меры Китай вот сейчас планирует запретить въезд американским чиновникам в Китай. Вот, поэтому ситуация пока в торговых войнах нестабильная. Будем за этим дальше смотреть. Вот, всем желаю успешной торговли. До свидания.